Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саудукеи. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе Христе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушающих Слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Видим, что прочитали, как с вами в третьей главе, что апостол Петр, возвысив голос, будучи движим духом святым, смело проповедуя о Иисусе Христе и о покаянии, возбудил с точки зрения саудукеев, это была вообще партия таких атеистов, которые не верили ни в ангелов, ни в бессмертие души, но их объединяли какие-то их личные религиозные предрассудки с фарисеями, хотя с фарисеями у них всегда были разногласия. Но если что-то такое происходило, что они видели, отнимает у них власть и авторитет, они сразу группировались и собирались вместе. Поэтому, когда говорят о единстве, что единство должно быть ради единства, хочется напомнить, что разбойники тоже собираются вместе, и у них тоже есть единство. И даже есть такое слово, ну, по-моему, называется где-то общак. Все у них есть. Поэтому единство ради единства и во имя единства, оно никогда не оправдано. Единство во Христе, единство в Духе Святом, единство в Церкви. Поэтому и поем, веруя во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Это может по-настоящему в любви объединить людей. Здесь в Саудукеи собираются, и священники, видимо, приступили, потому что они видят, Евангелие с Лука попозже напишут, а для них это уже известно, что обратилось более пяти тысяч. Там в прошлое проповедь, как мы читали во второй главе, три, а тут пять, это уже восемь. Вы представляете, сколько последователей. Для маленького мегаполиса это вообще фактически весь город. Просто в Иерусалиме тогда собралось множество людей, там десятки и десятки тысяч. Но вообще тогда мегаполисы они составляли примерно 10-15 тысяч. Это уже считалось, ну да, большой город, крупный. То есть можно себе представить, фактически уверовал 80% Москвы. Представьте себе, сколько там миллионов. И последовало. Это действительно серьезная катастрофа для людей, которые держали тогда такую вот священническую там и политическую власть. Что они делают? Видим, без суда и без следствия налагают на них руки. За что? За то, что они проповедовали воскресенье из мертвых. Ну кому это в первую очередь могло не понравиться? Политикам. Какие-то воскресенья, говорят, какую-то ерунду для них. И смотрите, сколько народа идут. Отвлекает людей от работы. Надо их взять. Ну они их арестовывают. Вот что пишет по этому поводу святитель Иоанн Златоуст. Ты же заметь, цитата. Как те, которые при Христе искали предателя, теперь уже сами налагают руки, сделавшись после креста более дерзкими и более бесстыдными. Так-то грех пока еще рождается, бывает несколько стыдлив. Но когда совершится, тогда делается бесстыднейшими. Бесстыднейшим. И делает бесстыднейшими тех, которые совершают его. Конец цитаты. Очень подмечено. Светленность. Златоуст. Действительно, до креста, когда они еще не распяли Христа, они искали кого? Кто был свидетелем? Нанимали лжесвидетелей. Наконец-то нашли предателя Иуду. А здесь они уже действуют так дерзко. Они уже совершили один грех. Это всегда нам подсказка. Если мы совершаем какой-то грех, необходимо его исповедовать. Необходимо в нем исповедоваться. Необходимо его уничтожить. Чем? Благодарением Богу. За то, что он нас прощает с Святой Евхаристией. Поэтому, когда мы отходим от Святой Евхаристии, от благодарения Богу, мы слышим эти слова. Причается в оставлении грехов. И в жизнь вечную. Если мы не уничтожим исповедью и таинством церковным, то тогда мы станем более наглыми. Подобными вот этим людям. Такая подсказка Святы Леонид Златоуст. Итак, 4 стих. Многие из слушавших слова уверовали. И было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники. Видите, тут уже серьезные люди, можно сказать, собираются. Все, кто волновал их авторитет, они видели, что волнение такое, да. Пять тысяч, три тысячи, пять тысяч. И Анна, первосвященник, и Каиф, и Анна, Александр, и прочие из народа первосвященнического. Было несколько первосвященников. Там этот пост, как известно из истории, он покупался. Была такая симония в христианском понимании этого слова. Кто больше денег принес, того и возвели. Первосвятители и святители. И поставив их посреди, спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это? Что они спрашивают? Нельзя было отрицать чудо, которое видел весь народ. Это не была фальсификация. Это не была подделка, как часто происходит это в некоторых таких сектантских, там, харизматических сообществах. Мы даже из фильма знаем, как там человеку подговаривают, ну, на колясочке привезут здорового человека, с ножками поджатыми, потом, давай, вставай. Этот человек начинает бегать. Нет, этого человека видели, он 40 лет там жил, его все знали. Это не было такой миграции, как сегодня. Люди жили в мегаполисах, и все точно знали, что он от рождения был коллег. И они не могли никак опровергнуть этого чуда, то, что произошло. Чудо исцеления. Поставили их посреди и спрашивали. Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Мы видим, что апостол Петр у этих людей спрашивает то, что Господь Иисус Христос спрашивал, стоя перед судом, «Если я добро делал, за что ты бьешь меня? А если злое, скажи, что я сделал злого». И здесь апостол Петр, как повторяет, был чудвижим Духом Святым слова Иисуса Христа. «Если нас за благодеяние судят, ну тогда уж знайте, и мы вам говорим правду, как этот человек был исцелен именем Господа Иисуса Христа. И напоминаю, — говорит апостол, которого вы распяли. Он есть камень, пренебрегаемый вами, зиздущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком он нам спасения». Очень удивитель 11 стих. Что значит зиздущими? Значит, строящими. Апостол Петр говорит, «Вы строили свои понимания именно на этих мессианских пророчествах, но пришел к своим, а вы его не приняли. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нет другого имени под небом. Какого имени? Иисус Христос, Иешуа. Мессия, Помазанник, Спаситель и Царь. То самое имя, которое мы еще увидим в 9 главе, в котором Господь явился апостол Павлу, который был человек-убийца, так и сказал ему, «Ты гонишь меня». И эти гнали его. И апостол Павел пока еще, можем сказать о том, что он был членом этого Синедриона, он был там. Без него навряд ли это прошло. Просто о нем пока ничего не говорится. Можно это предположить, что да. «Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Ни Егова, ни Яхва, ни Адоная, ни Шадая, ни Эль, не этими именами спасается человек, а именем Иисуса Христа. И нет другого имени». Сидители Егова, услышите это. Это книга «Деяния апостолов». Нет другого имени под небом, которым надлежало бы спасти человека. Видя смелость Петра и Анна, и приметив, что они люди не книжные, простые, они удивились, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Действительно, по одежде их, по грубому виду, так как они были рыбаки, и по одежде это было видно, потому что люди ученые, книжные, принадлежа к той или иной, условно скажем, это, конечно, не индуизм, но к той или иной касте, то есть к той или иной прослойке общества было видно, что да, этот вот из этого, это из этого, а эти были простые. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Что скажешь против дела? Поэтому хочется сказать нам с вами. Мы, конечно, не имеем таких даров исцеления, но если мы будем делать добрые дела, как сказано об этом в Нагорной проповеди, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы видели люди ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного, то некому будет ничего сказать, потому в веки семь у нас, слишком, братья и сестры, много слов, но мало дел. Начнем с себя, а не с требования других. Нет такой заповеди, напомню, требовать любви от других. Есть заповедь возлюбия ближнего твоего, как самого себя. И она может быть только движущим мотивом, если хотите, современным словом, исполнение заповеди Божьей о любви. Видите, нечего им было сказать. Видя исцеленного человека, стоящего с ними, дело совершено. Ничего не могли сказать вопреки. И сказав им, выйди вон, сказав им, выйди вон из Синедриона, рассуждали между собой. Синедрион. Это такой вот своеобразный, да, орган власти ветхозаветного. Как, ну, может, сегодня, можно сравнить с синодом, ну, тогда это ветхозаветный Синедрион. Говоря, что нам делать с этими людьми, не могли понять, потому что, очевидно, дело есть. Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Чем можно обезоружить, да, желающих поставить какую-то очередную палку в колеса проповеди Евангелия Церкви? Делом. Делом. Слов много, снова повторю, но надоело это уже информационная болтовня. Постараться сделать малое дело. Помните, в Священном Писании есть такие слова «верный в малом, верный во многом». Не надо замахиваться на большие проекты, прожекты, пилотные, все это уже надоело. Людям уже надоело, потому что говорим одно, а люди видят другое. Так они и говорят. А здесь было дело. «Чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. С угрозой запретим, чтобы не говорили. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса, а имени Ишуа, спасителя, помазанника». Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Очень важная фраза. Когда говорят о том, как нам поступить в той или иной ситуации, братья и сестры, все очень просто. Если действительно то, что нам предлагает этот век, не противоречит Слову Божию, а способствует укреплению, добру, учение какое-либо, действие какое-либо, согласуется с заповедью Божией, принимаем это. Не согласуется, отметаем и вспоминаем слова апостола Павла. «Не сообразуйтесь с веком Сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Говорил уже, повторю. Обратная перспектива. Почему мы не всегда понимаем волю Божию о нас? А потому что сообразуемся с веком Сим. Поэтому не преобразуем с обновлением ума нашего. Поэтому никогда не поймем, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как это достигается? Апостол Петр уже сказал об этом ранее. «Покайтесь». Ибо приблизилось, как говорил об этом Иоанн Креститель Царствия Божия. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, и не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Представьте себе только, снова напомню, это Восток. Огромная толпа людей. Нет гаджетов. Да, никто в них не уткнут. Все прославляют имя Божие. Они видят, они общаются лицом к лицу. Между прочим, в общем-то, изобретение неплохое, и я пользуюсь всеми этими тоже вещами. Многие люди, что здесь плохого для проповеди Евангелия? Да, конечно. Но общение, вот за эти время пандемии, вот сейчас мы встретились в классах, мы поняли, как дорого нам общение лицом к лицу. И эти люди все это видели, они общались друг с другом, они радовались, они уверовали, они видели этого исцеленного, слышали проповедь апостола. Общение лицом к лицу. Это очень дорого. Они, пригрозив, отпустили, и, как сказали, не говорите. Ибо лет более сорока было тому человеку, я вам обещал, что об этом будет сказано. Лет более сорока, а он с детства был болен, над которым сделал себе чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им пересвященники и старейшины. К своим они приходят в церковь свою, делятся то, что произошло с ними. Они не рассказывают о том, как там в подробностях, но рассказывают о происшедшем. Не хвалятся как бы собой. Они, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий» — это молитва. Молитва церкви. «Возлюбим друг друга, да и диномыслием исповемы». Как мы с вами поем перед символом, слышим возглас священника перед символом веры. Единомысленная молитва. «Единодушно они обращаются к Богу и благодарят Его. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них». Смотрите, что звучит в молитве, в устах апостолов и церковной общине. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца». «Владыка, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Видите? То есть мы ничего... Дух Святой не может разделяться. Поэтому, когда в Никео Цареградской был собор, символ веры был на нем, все это согласуется с Духом Божественного Откровения. И далее. «Моустами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное». Действительно. Удивительные слова. Вот это метание, которое сегодня... Человек не знает, что ему искать. Человек не знает смысла из жизни. Что делать? Замышляют тщетное. То есть ни к чему это не приводит. Хотят богатство. Набирают его, как тот богач разбогател, и ни в чем не имея нужды. К нему звучат грозные слова Спасителя из книги Откровения. Но не знаешь, что ты нищ, и наг. Поэтому все это... Об этом еще будет сказано. Но все это уже общины всей. Забота о веке всем. Видят, что метутся язычники. Не находят в себе покоя. Все это тщетно. Все их замыслы. Восстали цари земные. И князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистину собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтипилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. В молитве звучит и благодарение Богу. И снова они, молясь Богу, благодарят Его за то, что все эти определения, весь этот промысел Божий, который был о спасении рода человеческого, он совершился в их время. Представьте себе, в какое время жили апостолы. Они все это видели. Они все это слышали. Их была эта сила. Но и мы не обделены этим, на самом деле. Почему? Потому что есть Церковь Божия, где Христос незримо стоит пред нами. Мы этим дрожим, мы это храним, потому что это есть апостольское предание. Это Дух Святой, живущий в Церкви, с дней Пятидесятницы до сегодняшнего времени. Поэтому мы говорим, все Христос стоит невидимо пред нами. Все тело Его, все кровь Его. Все это сохраняется. Все это есть. Все есть для нашего исцеления. Только бы мы не пренебрегали этим, как саудукеи и фарисеи. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». Вот что их заботило. Они не заботились о том, создать какой-либо фонд. Ну, конечно, я не говорю, что, может, и это тоже нужно, и у них было все общее, как мы увидим в Иерусалиме. Но забота их была только об одном. О чем? О самом главном. Чтобы слово Божие о покаянии и воскресении из мертвого звучало. Для чего? А чтобы как можно больше народу привести к делу совершения спасения, а не к погибели. Ведь жизнь человеку дается здесь, на земле, один раз. Мы не верим закону кармы, перевоплощения. А один раз, и можно все погубить. И другого шанса уже не будет. Поэтому они понимали это, что слово должно звучать о Христе, о Церкви, в которую необходимо войти, чтобы спастись. Так и сказано. Со всей смелостью говорить слово Твое. Вот оно, о чем они просили Бога и молили. Со смелостью говорить правду Божию. «Тогда как ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделанные знамени и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса? И по молитве их, как далее сказано, поколебалось место, где они были собраны и исполнили все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением». То, о чем они просили, Бог им дал. Говорит слово Божие с дерзновением. Услышьте, пятидесятники, не говорили здесь они на иных языках, и не заговорили они, тем более, на абракадабре. «Они исполнились Духа, и Дух Святой им дал говорить слово с дерзновением». Представь, Богородица, мы помним, она была исполнена Духом Святым, но нигде не сказано, что она заговорила на каких-то языках, никому не ясных и непонятных. С дерзновением. «У множества же, у верующих, было одно сердце и одна душа». Это было такое единодушие. Это нам подсказка. Братья и сестры, подсказка, где его можно обрести, такое единодушие? В молитве, в соборной молитве. Поэтому, когда мы стоим в храме, ну, хватит уже думать неизвестно о чем, болтать, осуждать. Единодушие Бог ждет от нас. Поэтому и нет дерзновенного. Слово Божие не звучит, евангельское, в этом мире, как бы этого хотелось. Почему? А нет единодушия. Проповедник что-нибудь говорит, а его стоят и осуждают. Ох, не так одет, что-то у него стихарь наперекос, борода не нравится и пострижен неправильно. И все остальное. А здесь сказал, здесь зачем запкнулся, а здесь ударение неправильно поставил. Не в этом дело. Помолитесь за него, если он не так одет. Поправьте его стихарь. Помогите ему. Помолитесь об этом человеке. Единодушная молитва способствовала тому, что слово Божие зазвучало ярко. У множества уверующего было одно сердце, одна душа, и никто из имения своего не называл ничего своим, но все у него было общее. Слово «община», она именно от этого, что все общее. Не только вера, не только молитва, но и имущество. Не способны, не всяко сегодня в веке 7, конечно, способен приход на такое дерзновение, скажем. Но слава Богу, есть еще монастыри, на которые мы равняемся. Вот я вспоминаю всегда, когда поехали на Аляску, первые из Валаама, собрались братья, поехали на Аляску, чтобы там нести слово Божие, и устав их был. Первый графой, вот история миссии церкви, первой графой так и звучало. Все общее, и ничего не имеет своего. Потому что они очень хорошо понимали, что все раздоры, это именно из-за этого. Один больше взял, другой меньше. Мы помним даже в этой общине, мы увидим это, что дьяконы были специально выбраны для того, чтобы распределять все поровну. Помните, возмущение произошло там у женщин, что им не хватает, у вдовиц. И поэтому даже дьяконский чин был учрежден. Всему раздором действительно является сребролюбие. Помните же этих два монаха, которые жили в пещере, у них ничего не было, они все делили пополам, у них даже чашка была, одна на двоих. Тогда они сказали, слушай, там в мире как-то все люди ругаются, может мы с тобой поругаемся? А нам-то чего ругаться, у нас ничего нету. У нас две кровати, одна чашка даже на двоих, одна кружка на двоих. Ну давай, говорит, там люди вроде ругаются за то, что все делят. Давай ты скажешь, это моя чашка, я скажу, это моя, это моя, это моя, и вот будем ее дергать туда-сюда, и поругаемся. Ну давай попробуем. Один говорит, моя чашка. Нет, моя. Моя чашка. Нет, моя. Моя чашка. Друг говорит, ну бери. Так и не смогли они поругаться, потому что любовь одного произвобладала над материальной чашкой. У множества было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Видите, что давало им силу? Свидетельствовать о воскресении Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали, приносили цену проданного. Такая ревность была в апостольской церкви. Полагали к ногам апостолов, потому что знали. Почему вот полагали к ногам апостолов? Потому что человек иногда не знает, а как ему распределить. Вот есть у него какие-то средства? Он думает, да кому дать? Вот в Василии Великий, между прочим, у меня здесь есть цитата, но я так помню. Он говорит, иногда бывает так, что люди не знают и смущаются, и дают как-то вот тем людям, которые, в общем-то, в этом и не нуждались особо. Поэтому они доверяли полностью апостолам. Помните вот историю с Иоанном Кронштадтским. Когда там люди ему приносили многие пожертвования, почему? Потому что знали, что он правильно распределит. Нам нужно найти таких людей, если мы не знаем, как, кому и как дать, какую милость. А такие люди есть. Нужно увидеть эти монастыри, может быть, общины, не только строящиеся. Вот опять скажу, мы слишком увлеклись этими стройками. Увидеть, где действительно звучит Слово Божие ярко. Может быть, и какая-то, лучше всего, если хотите, ну, это моя подсказка, дело каждого человека, образовательные какие-то программы, которые есть. какой-то институт может быть, где люди учатся для того, чтобы возвещать семинарии наши, возвещать Слово Божие. Именно пожертвовать именно на дело проповеди Евангелия. Нужен храм, конечно, надо, ну, конечно, надо, но это надо делать, и этого не оставлять. Иначе, как говорят, там возникают всякие вопросы, не храм, не человек ради храма, а храм для человека. А иногда мы путаем эти понятия. У нас храмов можем понастроить, вот на Западе, посмотреть, что происходит. Понастроили, но они пустые. И он под мечеть уже переоборудует. Слово Божие должно звучать. Найти этих людей. Это может правильно распределить. Эти, это община, эти люди полагали, как сказано, к ногам апостолов, и каждому давало, в чем он имеет нужду. Даже имя, здесь евангелист Лука упоминает так, Осия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Левит, родом киприянину, которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Почему здесь упоминает это имя евангелист? Потому что, чтобы это не было абстракцией, он говорит, что вот конкретно человек, которого наверняка там все знали. Смотрите, он был Левит. Это не просто людин, который уверовал. Левит, да, священник, ветхозаветный, он приходит, действует так, как когда-то, некогда действовал. Кто? Антоний Великий. Помните Антоний Великий? Он шел однажды мимо храма, услышал ярчайшее Слово Божие. Зашел в храм, шел на свое поле, он был очень богатый человек, Антоний, основатель монашества. Зашел в храм, и услышал Слово Божие. А сказано, Слово Божие освящает человек. И оно его потрясло до глубины души. В нем все перевернулось. Потому что Слово Божие — это сильнейшее оружие, сильнее атомной бомбы. Но все перевернуло его внутри. Он пошел, продал все. И стал христианином, основателем монашества. Будем, братья и сестры, помнить об этом. Будем учиться из строк священного писания, как нам действовать в нашей жизни. Не духом века сего, не ради себя, не ради только, да, как сказано, к свободе призваны вы, братья, только свобода ваша не послужила бы для угождения плоти и похоти. Будем во всем следовать Духу Божию, который, и молиться об этом, который направлял бы нас на правильный путь в деле совершения нашего спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok